Недельная глава Торы называется «Вайгаш», что в переводе означает «подошел» или «поступил». Это книга «Берешит», «Бытие», 44 глава по 47 главу. Итак, знаете, эта глава, она открывает Божий замысел спасения и продолжения еврейского народа. Начиная от Иакова, 12 сыновей, конечно же, и Иосиф, как бы, и сыновья, они тоже входят в это. И впоследствии они стали, мы знаем, патриархами, как бы, да, всего, как бы, еврейского народа. Но я хочу здесь, знаете, эта глава, она открывает большее значение. И вообще она пророческая глава. Вообще Писание, это вся книга, она пророческая, ну, Слово Божие. Вот, и я бы хотел, как бы, именно затронуть, как бы, вот эти моменты, как бы, да, именно пророческий, как бы, взгляд, именно этой главы. И мы посмотрим далее. Давайте краткое содержание. То есть Иуда умоляет Иосифа освободить Виньямина и вместе с ним предлагает себя в рабы, да, правителю Египта. Иосиф открывается братьям, вот так же мы читаем, да, добрая новость для Иакова. Да, он узнает, что его возлюбленный сын, он все-таки жив. Это просто огромный, это триумф, огромная радость для отца. Отец Иосифа, Иаков, пребывает в Египет. И, вы знаете, когда он шел в Египет, по обращению, да, то есть Господь ему явился и сказал, все будет хорошо. Я тебя благословлю, размножу, и все будет хорошо, как бы, когда он шел в Египет со своей семьей. И далее Иаков, его семья, получает плодородную землю от фараона в Египте. Это так, кратце в голове. Вот. Но я бы хотел сегодня поговорить, как я сказал, о пророческом таком, как бы, моменте, да. Вообще, судьба Иосифа, в судьбе Иосифа промелькнуло много жизненно трепещущих моментов. Очень много. То есть, он пережил очень многое. И, знаете, в один миг он потерял свою семью. Просто вот в один миг. Да, то есть, от сыновства в рабы. Это очень, да. То есть, мы знаем, что предали его братья. И просто в один миг он потерял свою семью. От родного в дома, где он привык, где было все родное, он отправляется в чужую страну. И мы знаем, что несправедливое было обвинение, да. То есть, несправедливое наказание. То есть, и, как вы думаете, были ли у него вопросы? Конечно, были. После того, что Господь ему показал, да, то есть, дал ему, как бы, в снах, в видениях. После того, что Бог ему показал и сказал, то есть, у него были вопросы. Были ли у него ответы? Конечно же, нет. Не было ответов на все вопросы. Основание, было ли у него основание обидеться на Бога? Ну, я думаю, что было. Но интересно, что в Писании мы не находим ни намека, ни тени на обиду на Бога. И даже, и так же, тут еще можно сказать, были ли основания обидеться на братьев. Тоже в Писании нигде, как бы, не сказано. Может быть, мы можем предполагать, что, может быть, он думал, что произошло вообще. Может быть, что-то я сделал не так. Но мы, как бы, в Писании мы не читаем, что он, вот, обиделся на братьев, его сердце закрылось, и все, как бы, и так далее. То есть, в Писании это, как бы, ну, не прописано. Это, как бы, очень... Мы можем рассуждать, мы можем предполагать, но это, как бы, не сказано. И я хочу зачитать Бытие, 45-я глава, с 4-го стиха. Берешит. И тут написано. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь вы не печальтесь и не жалеете». Знаете, он еще успокаивает, кому еще нужно печалиться, да, как не самому Иосифу. И он говорит, вы, как бы, все нормально. То, что вы сделали, вы сделали, в принципе, правильно. Ну, как бы, в таком... Ну, как бы, можно так, немножко с иронией, да, то есть, вы не печальтесь, он еще успокаивает их, и не жалеете. И дальше, очень важно, он говорит, о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле и еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И в другом переводе, более точном, написано, тесно, для великого спасения. Вот я хочу, вот, как бы, на этом заострить, как бы, ваше внимание. То есть, для великого спасения. Как вы думаете, кому это обращено и какое это великое спасение? Я знаю, что вы правильно подумали. Знаете, и здесь я хочу именно посмотреть параллели. Конечно, жизнь Иосифа, она многое учит. Я как-то проповедовал о том, что, да, то есть, это путь призвания, он где-то похож, как бы, как вот Иосиф, он стал великим, да, то есть, он прошел определенный путь, как бы, своего становления или призвания. Но здесь еще тоже важные есть параллели, как бы, которые, ну, и прообразы, которые говорят именно о, именно вот эта вот, эта голова, как бы, открывает именно вот тему, как бы, Иосифа. И вот первое, что Иосиф, он является прообразом шеяха. Об этом много сказано, об этом много комментариев. И об этом, если вы почитаете Библию, то Писание всегда, знаете, те же праздники, которые мы празднуем, да, всегда есть прообразы и параллели, и это очень важно. Оно не сказано, что когда-то это было, и потом оно закончилось. Всегда, то есть, настолько Библия и Слово Божие, это важная такая, ну, пророческая книга, что всегда есть продолжение чего-то. То есть, и вот, как бы, история, как бы, Иосифа, да, она продолжение очень важного. И здесь можно увидеть много параллелей, да, то есть, именно параллель о том, что он является прообразом шеяха, потому что вся жизнь Иосифа, она пророческая, и это прослеживается во всей истории. Ну, давайте мы посмотрим, да, несколько параллелей. Иосиф, возлюбленный сын отца, да, мы читаем, что он был возлюбленный. Написано, что Ишова, он тоже возлюбленный сын, да, мы это читаем. Иосиф рассказывает пророческие сны братьям, что их, конечно, раздражало. Ну, да, помните, сны вот. Интересно, что Ишова говорил также о будущем Израиля, то есть, он пророчески говорил те вещи, которые он знал, которые Бог ему показывал, да, и о будущем Израиля, о дальнем будущем, о ближнем будущем, где-то события в целом, где-то в деталях, где-то в общем, и мы знаем, что это раздражало, да, ну, скажем так, тех собратьев, которые были с ним, там, фарисеев, как бы, да, ну, то есть, это раздражало, как бы, да, тем, кому он говорил. Ну, не то, что там приводило в восторг, ох, да, как это классно, как это здорово. Тоже интересная такая параллель, да. Иосиф был отвергнут братьями, Ишова тоже был. Как вы думаете, он был принят? Помните такие слова, да, я пришел к своими, что? Своими меня приняли, то есть, отвергли, как бы пришел к своими, и свои меня отвергли. Иосиф был продан, Ишова тоже был предан за 30 серебря. То есть, очень важная параллель. Иосиф был брошен в яму, мы знаем, что Ишова тоже находился 3 дня, да, вместе, неземном, поэтому тоже такой важный момент. И тут также разорванная, как бы, одежда, да, то есть, мы знаем, что разорвали одежду братья, там, она была окровавленная, и мы знаем, когда Ишова претерпел, да, казнь, его тоже, как бы, была одежда разорванная, и это, это, как бы, написано в Писании, да, и окровавленная кровью. Можно посмотреть, как это так мистически, но это очень такие важные прообразы. И еще очень важно, что, как Иосиф не отвернулся и не отверг свою семью, знаете, он мог бы закрыться, он мог бы обидеться, он мог бы закрыться, и сказать, я вас не знаю, и все, как хотите, так и живите, но мы этого не видим. И интересный момент, да, то есть, тоже тут, как бы, такой параллельный прообраз, как Иосиф не отвернулся от своей семьи, так и Ишуа, он не отверг своего народа, даже если он, как бы, поступил не очень, как бы, как мы знаем, и является его спасителем. И интересный еще тут тоже момент, вот в этой истории, да, помните, касательно Иуды, когда Иуда говорит, что, помните, когда Иосиф, он захотел оставить младшего сына, да, Вениамина у себя в рабы, и что сказал Иуда? Он сказал, возьми лучше меня, я буду тебе, как бы, рабом, буду служить, но только не берег Вениамина. Тоже интересный, как бы, момент, то, что он, как бы, знаешь, как Ишуа, он, как бы, пошел и стал где-то рабом, да, вместо нас пошел на крест. И вот очень, как бы, важные моменты. И вторая мысль, тоже очень важная, то, что я увидел, то, что мы знаем, что не только была спасена, как бы, семья Иосифа, да, когда, помните, был голод, но не только спасена семья Иосифа, как начало еврейского народа, но и весь Египет был спасен. Да, тот, кто... Это говорит о том, что у Бога уже прослеживается тоже план спасения, ну, как бы, язычников. Да, если они будут прислушиваться и поверят в то, что, ну, Бог говорит. Интересно, далее в Писании это более, как бы, да, сказано, более прослеживается, это выход из Египта. Да, мы знаем, что из Египта вышли не только евреи, да, их семьи, а вышло много египтян, вышли многие семьи, потому что они поверили о том, что говорил Маше, говорил, что будет врея, будет такой день, когда будет просто... Такого дня еще не было. Да, вы знаете, придет ангел-губитель, и если вы не сделаете очень важное, как бы, действие, да, то, что, опять же, связано, как бы, с решула, с искуплением, то будет не очень хорошо. Погибнет первенец. И мы знаем, что из Египта вышли не только евреи, но и многие египтяне. И далее мы смотрим, что это все, как бы, идея, она более прослеживается с блудницей Рааф. То есть, да, когда пришла, как бы, там, пришла, как бы, война, да, в этот город, то она спаслась, и вся ее семья, как бы, да, то есть, потому что она, ну, как бы, захотела, как бы, где-то пошла, знаете, на... как бы, где-то пошла, как бы, ценой своей жизни, там, спрятала соглядатаев, как бы, да, и стала потом частью, как бы, Божьего народа. И мы смотрим, что Ишова, он тоже говорит, что у меня есть овцы другого стада. А Новый Завет вообще больше открывает о том, что мы не можем друг без друга. Мы знаем, да, апостол Павел Раф Шолин говорит о том, что мы не можем, да, как бы, мы, как... Он из двух сделал одно, и то, что говорилось на протяжении, как бы, да, вот этого праздника, да, то, что как важно, что есть еврейская составляющая в, ну, именно в церкви, это очень важная составляющая. Поэтому, знаете, вот, как бы, можно посмотреть, я думаю, что именно вот эта голова, как бы, вообще, и жизнь Иосифа, не только эта голова, а все главы, которые говорят о жизни Иосифа, они все-таки говорят о параллели и прихода, как бы, нашего Мессии Ишова. Поэтому слава Богу за нашего Господа, который, у которого, действительно, есть огромные планы, который соединяет нас вместе для того, чтобы это была полнота, и чтобы мы вместе прославляли, прославляли Бога. Поэтому пусть Господь вас благословит, дорогие друзья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok